Талант, который преодолел все препятствия. Спор, едва не обернувшийся трагедией. И невероятно большая цена за право заниматься любимым делом. Национальный музей Украинского народного декоративного искусства. Раньше здесь жили лаврские архимандриты. А сейчас под этой двускатной крышей сохраняют картины, керамику, ковры, писанки и много других декоративных изделий. Когда-то это разрушенное пожаром здание. Теперь один из крупнейших художественных музеев Украины. Невысокий, чуть заметный плетень. За ним буйное царство цветов. В буйной она дает перспективу. Это как будто такой вихрь из цветов. Он залетает в воздух. Очень часто у нее цветы, они не растут из земли. Они вроде бы в пространстве. Огромные цветы на первом плане, поменьше на втором. Как будто разбежали среди желто-горячих и зеленых листьев. Каждый цветок не имеет одинакового освещения. То есть каждый цветок она выделяет по-своему. У нее нет одного направленного света, так как у профессионального художника. Зяркий, жизнерадостный фон, чего не увидишь на других картинах Екатерины Белокон. Ровное, без единого рубца полотно. Такого тоже раньше не было. Что еще таит в себе картина буйная? И что пришлось пройти художнице, прежде чем нарисовать эту работу? А малева-то дозволишь? Нет. Кто здесь? Будущий народный художник Украины Екатерина Белокур родилась 7 декабря 1900 года в селе Богдановка, теперь Киевской области. Прежде чем получить украинское, а впоследствии мировое признание, она почти повторила судьбу Тараса Шевченко. Но если великий кобзарь пострадал от ненавистного русского царя, то Екатерину наказывали близкие люди. Еще когда она была маленькой девочкой, ее мать уже с детства приучает к прялке, воспитывает ее как будущую хозяйку. И она вспоминает, как она сидела у печки, у прялки и маленькими ручонками выводила тонкую длинную нить. Но в сердце у нее было огромное желание рисовать. Это было начало 20 века. И родители хотели, чтобы у нее судьба сложилась так, как складывалась у обычной украинской крестьянской девушки. Как-то на рождественские праздники отец принес маленькой Кате азбуку. Радости не было предела. Уже через неделю девочка перечитала ее всю, от начала до конца. И когда надо было отправлять ее в школу, то родители решили, что Катя, которая научилась сама читать за неделю, не будет протирать жилетку и рвать сапоги. И в школу девочку не пустили. Они считали, что бабе министром не быть. Учиться ее можно не посылать. Она даже не закончила начальных классов, так как сама умела уже читать. Так проходят годы. Подрастает младший брат Григорий и идет в школу. Девочка с завистью смотрит на него, ведь у него есть тетради, в которых можно рисовать. Я их не брала, но в тот раз она взяла Гришкину тетрадь. Она в той тетради нарисовала своего коня. Он был такой красивый и настоящий, что она его начала запрягать в повозку, в сани. Свои первые рисунки Катя развешивает по печи. Перед этим, порвав тетрадь на отдельные листочки, девочка радуется своей работе. Тату, тату, как я зошить плавал! Но когда зашел отец с Григорием и увидел эти произведения, они рассердились на Катю. Григорий расплакался и сказал, вон, Катерина тетрадь порвала. А отец те листочки сорвал, сжег в печи. И мать, отлупив Катерину, сказала, не дай бог тебя, стервига, за тем действом увидит кто-то из односельчан. До тебя никто и сватать не придет. И ей было строго запрещено. Девушка продолжает рисовать в тайне от родителей. Она крадет у матери полотно и выводит по нему самодельными кисточками вишневой веточкой с примотанным клочком кошачьей шерсти. В начале 20-х годов судьба наносит новый удар. Узнав о Миргородском техникуме художественной кораннике, Екатерина Белокур отправляется в Миргород. Девушка прихватила с собой две собственные работы. Но в учебное заведение ее не принимают. Причина? У Екатерины нет начального образования. Но в 24-м году судьба едва ли не впервые улыбается художнице. В Богдановку приезжает чета-учитель Иван Григорьевич и Нина Васильевна Калиты. До них быстро доходят слухи о странной девушке. Супруги знакомятся с Екатериной и приглашают ее к себе в гости. Там она впервые видит настоящие краски. Маш, что ты такая? Я, что, фарбы? Справа же не фарбы? Ну, случайно. Какие тогда были краски? Мать красила полотно бузиной, калиной, разнотравием, чтобы шить одежду в своей семье. И когда Катя брала те краски и рисовала ими, они не имели той красоты, которой жаждало ее сердце. Иван и Нина Калиты подарили девушке краски. Но вполне насладиться подарком Екатерина не смогла, ведь взять краски и рисовать дома означало подписать себе смертный приговор. И эти первые краски были счастьем для Екатерины Васильевны. Впоследствии она будет приходить к калитам и не прячась ни от кого рисовать свои рисунки. Как ни странно, большая радость обернулась горечью. Листы фанеры для своих картин Екатерина вынуждена была воровать у отца. Но риск быть пойманной и наказанной оказался не главной бедой художницы. Она будет брать в него ту фанеру, наносить краски, не зная о том, что надо сначала грунтовать и только потом наносить рисунок. А когда она узнает, что можно не только на фанере, а можно и на холсте писать, и не будет знать, что полотно тоже надо несколько раз грунтовать, она вспоминает. Неудачную свою работу бросала, рвала, а потом поднимала, сшивала и плакала. И только неимоверным трудом я доходила до той большой святой истины. К творческим проблемам добавились личные. Екатерина была девушкой привлекательной. К ней постоянно сватались парни. Но первый вопрос, который они слышат... Ни один из них не согласился. Нет. Поэтому в ответ слышали только слова украинской песни «Иди, казак, седлай коня, ты не мой, я не твоя». В конце концов, отец Екатерины Васильевны не выдерживает. Сегодня читаешь строки в ее письмах о том чернобровом и черноусом парне, который сватался к ней почти 10 лет. Читаешь о том сватовстве, которое отец назначил, не дожидаясь от Екатерины Васильевны согласия, а просто должны прийти сваты. И она, понимая это, готовится к тому сватовству. Она знала, что выйдет замуж. Она выйдет замуж, но она уже никогда не сможет быть художником. А в минуты отчаяния она снова листает кабзарь Тараса Шевченко, которую ей подарили калиты. Как гром среди ясного неба, и приходит в голову мысль помолиться на могиле Шевченко. Недолго думая, девушка собирается в дорогу, прихватив деньги, заработанные шитьем. За два дня она добирается до Чернечей горы. И тогда на могиле Тараса Шевченко в 30 лет Екатерина Васильевна дает клятву, что хоть на старости лет, хоть бы один раз, хоть один час я буду художником. Буду и все. На ее мечтам помешали родители, односельчане, злой рок. Первым не выдерживает отец. Вернувшись из Канева, Екатерина Васильевна заходит в родительский дом. На пороге сидит отец, латает сапоги. И она, поздоровавшись, просит его, простите меня, папа. Если вы позволите мне хоть немного рисовать, то, может, из меня получится художник. Отец, понимая бесперспективность сопротивления воли дочери, позволяет ей заниматься рисованием. Но только в воскресенье, когда вся работа по хозяйству будет сделана. А вот мать не сдается. Каждый раз, когда дочь берет кисти, она пытается ее упрекнуть. Поздней осенью 33-го года разыгралась драма, всколыхнувшая все село. Она стояла тут, в этой комнате, рисовала картину, а мать ее упрекала. Не выдержав оскорбления, Екатерина Васильевна вышла к своей матери и сказала, «Мама, простите меня. Может, я и сама не рада, что я такая, но я не могу быть другой. Если бы я калекой родилась, вы бы не выгнали меня из дома. Лучше бы ты калекой родилась, чем будешь стыдить нас на все село. Екатерина, обиженная словами матери, выходит из дома на улицу, босая только в рубашке. Она ждет, что мать остановит ее, но та не идет. Тогда девушка направляется к реке. Потом она напишет, не хотела я топиться, жить хотелось. Ой, как хотелось жить. Да и самой было интересно, будет ли из меня художник. Но думаю, утону, не утону, то, может, хотя бы мать попугаю. Екатерина начала заходить все глубже и глубже. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но Екатерину увидел ее младший брат Павел. Он уговаривает сестру выйти из воды. А когда уговоры не действуют, зовет на помощь мать. Пока Акулина Павловна добежала к реке, Екатерина уже стояла по пояс в холодной воде. Мать стояла на берегу, а Екатерина в воде. Катерина ждала того заветного слова от своей матери, что та позволит ей рисовать. Но мать молчала. И Катя стала заходить все глубже и глубже. И когда ее голова была почти под водой, материнское сердце не выдержало. Она крикнула. Вернись, дитя мое дорогое, вернись и рисуй. Рисуй хоть каждый день. А не вернешься, так и я пойду за тобой. Такой дорогой ценой она получила право от родителей рисовать каждый день. После того, как освободили Киев, он поехал в Богдановку и нашел ее с матерью в холодной, нетопленной хате, голодными. Семья Белокуров долгое время не вступала в колхоз. И это как-то отразилось на жизни Екатерины Васильевны. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ